Маленькие детки, маленькие бедки. Так может говорить только тот, кто не проводит неделю за неделей на больничном, спасая свою кроху от очередной простуды. Педиатры уверены, способ не болеть с наступлением холодов существует, и известен он давно. Закаливание можно начинать с любого возраста, но самое главное начать его с рождения ребенка. Мы вспоминаем про закаливание, когда простуда уже в прямом смысле берет за горло. А между тем подумать о закаливающих процедурах стоит как раз тогда, когда малыш здоров. Если ваш ребенок заболел, то закаливающие мероприятия мы начинаем только после выздоровления ребенка. Вот этот промежуток, он зависит от степени выраженности симптомов вирусной инфекции. Если это была легкая вирусная инфекция, достаточно 5-7 дней. Если ребенок переболел тяжело, то лучше подождать 10-14 дней. Несложные процедуры должны стать правилом для родителей, и тогда осенние простуды перестанут быть бесконечной проблемой. В домашних условиях мы можем начать закаливающие мероприятия у детей грудного возраста с обычных воздушных ванночек. Когда вы купаете ребенка, когда вы его переодеваете, можно оставить его раздетым, начиная с 5-6 минут с постепенным увеличением. Температура в комнате должна быть от 22-3 градусов у детей 1-3 месяцев с постепенным понижением. В году оптимальная температура в комнате 18-20 градусов. Воздушные ванны, обтирание или обливание прохладной водой – все это полезно, но главное – строго блюсти принцип постепенности понижения температуры. Малышам в возрасте от 1 до 3 лет очень полезны ежедневные ножные ванночки с температурой около 15 градусов. Но опять-таки, не забывайте о том, что понижать температуру здесь нужно постепенно. Детям постарше на пользу пойдут контрастный душ и даже посещение сауны. И еще одно золотое правило – если у ребенка есть хронические заболевания, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Там, где речь идет о здоровье, мелочей не бывает. И не опускайте руки, когда в очередной раз ребенок кашляет и лежит в постели с температурой. Эффект закаливания виден через месяцы и растягивается он на годы. Главное – относиться к этому серьезно. Для того, чтобы была польза от закаливания, ребенок должен закаливаться регулярно, без перерывов. Эффекта, выраженного от нерегулярных и кратковременных моментов закаливания, не будет.